Ранее высокородные олени. На территории Гомельской области были, выселяя кемразия, к поляуничий трофей. Их можно убачить на фотосдымках конца 50-х годов, минулого 100-годя. Теперь стоит задача – отновить популяцию практически на всей территории. Были первыми на Гомельске за отновление популяции оленей взялись в Национальный парк в Припятске. Зараз тут можно убачить довольно великие остатки. Минавит из нацпарка летость перевезли к леторазосе живёл у Гомельский район. После годового утромания в специальном вольере живёл выпускаются в природу. Таким чином лясы Гомельского района пополнены 36 оленями. А прича этого довольно значная популяция живёл зараз в Калинкевском районе, невеликие в Житкевском, Мазерском и Наравлянском. Раз 2-3 года на высокородных оленях можно будет начинать авиационное поливание. Мы на сегодняшний день ведём полную депопуляцию дикого кабана в природе. И с этой целью, для того, чтобы создать определённые условия охотникам, не только белорусским, но и гостям, мы занимаемся расселением оленя. Разведение на Гомельске невысокородных оленев отбывается в рамках державной программы «Белорусские лесы». Основная частка сродков выдатковывается обоснованным бюджетом. За бюджетные сродки до речи отбывается и догляд за живёлами. Минулый зимой, например, для кормления высокородных оленев было выкраснено только сборжик или 5 тонн. В уголе кормов для этих живёл на гомочных опае. Основные вороги у природе – волки и собаки. А про это есть выпадки браконьерства, но это очень небезпечный заняток. Самое мягкое покарание – штраф у 500 базовых величин. Продолжена и криминальная отказность. Уголовная ответственность согласно статье 282 «Незаконная охота» без надлежащего на то разрешения в заповедниках, перемещения животных, транспортировка. Максимальный срок наказания – до 6 лет лишения свободы. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель».